Очень полезная еда. Питаняшная еда. Если есть в Южной Америке город столь же контрастный, как Петербург, то это Ла-Пас, неофициальная столица Боливии. Правда, в отличие от питерских болот, это самый высокогорный город-миллионник мира. Один из самых нищих мегаполисов, но с канатной дорогой, словно швейцарский курорт. А главное удивляющий, насколько обыденны для жителей современного города дикие индейские ритуалы. Мы нашли реальную улицу шаманов в боливийских трущобах, куда местные ходят так же буднично, словно житель Купчаги или Чертанова в пятерочку или в разливуху. И с трудом уговорили колдунью из племени Аймара снять на видео ее обряд. Все говорили, что снять это невозможно. Ну, мы и сами так думали, а потом взяли и попробовали. Это шедевр! Хочешь, верь, товарищ скептик, хочешь, нет, но в этом ролике ты увидишь разницу между простым аттракционом для туристов и действительно уникальным для допуска бледнолицего зрелищем. Лептик нарун, бой! Уже на подъезде к Ла-Пасу понимаешь, насколько его ландшафт необычен. В окружении снежных вершин он лежит прямо на дне древнего вулкана. Облепив его жерла уродскими, одинаковыми и столь характерными для Южной Америки красно-кирпичными коробками. Но для тех, кто знает толк в архитектурных извращениях, у Ла-Паса есть кое-что общее с Петербургом. Имя ему Капром. Для тех, кто не в курсе, напомню. Капиталистический романтизм. Это архитектура 90-х нулевых годов. Никто никогда не определял эту архитектуру как один период. Все говорили, что это просто некрасиво. Смотрите, как облик боливийской цыганщины подходит под описание цыганщины питерской. Здесь и курьезный ордер, и стекло, и эркеры, и даже башенки в духе северного модерна. Обшить свой сарай цветастым пластиком, словно из компьютерных игр 90-х, и сделать это круче, чем у соседа. Для боливийских новоришей дело чести. С другой стороны, это придает гнетущим улицам из кирпичных трущоб ну хоть какой-то позитив. Ну, видишь, какой-то капровод строят. Вообще не успели обшить. Это уже капровод. Вот капровод. Сколько капроводов. Она является памятником своей эпохи. Она признак этого времени. И ее надо сохранять. В общем, гражданин Семенов, вам в Ла-Пас. Там вас поймут и простят. Какое бы здание боливийц не начинал строить, в его фундамент он на удачу обязательно зальет... Монеточку? Записку потомкам? Сушеное чучело эмбриона дохлой ламы. Не хочешь? Ну или хрюшку там какую-нибудь. Я вот вообще ни разу не шучу. Перед вами так называемый рынок ведьм. Вот так вот дохлые маленькие ламы валяются прямо на полу этого замечательного ларечка. Кому-то на счастье пойдут потом под фундамент дома. Много общего у нас все-таки, согласитесь. Суеверность, например. Только если в России через порог не принято здороваться, то у индейцев Аймара под этот самый порог животных мертвых закладывают. Испокон веков и до сих пор. Справедливости ради лам и альпак они вроде как специально не убивают, так как младенческая смертность у мимимишных зверушек и так высока. Стоят такие артефакты, кстати, копейки. Я купил с ним, я купил с ним. В долларах? Нет, в Боливии. Сиенто. Сиенто, в Беливии. Двуссиенто. А, двуссиенто. Окей, спасибо. Вот вам и аргумент, что ассортимент этот реально предназначен для местных. Даже если найдется турист, который захочет прикупить себе такой вот сувенирчик, на таможне любой адекватной страны подобный груз вряд ли пропустят. С другой стороны, рынок ведьм в центре Ла-Паса слишком уж распиарен у туристов и фоткающих бледнолицых зевак здесь уже большинство. А за настоящей экзотикой надо ехать на окраину. Вы спросите меня, почему все эти люди едут на канатной дороге без сноуборда и лыж? А просто потому, что это у них местная маршруточка. Другого транспорта тут, чтобы забраться так высоко в гору, просто нет. Система подъемников вместо наземного транспорта проблему отчасти решила, но для местных это все равно дороговато, и большинство продолжает ходить пешком. Будь то Ла-Пас, Лима или Рио, по сравнению с Европой городская модель построена у латиносов наоборот. Богатые живут внизу, а хоть и видовые, но труднодоступные холмы облеплены фавелами. Вот, кстати, еще пример, как можно добавить психоделики в серость бытия. Мы поднимаемся в Эль-Альто, самый бедный и самый высокогорный район Ла-Паса, вместе с жителем Эль-Альто Рубеном, которого мы нашли на каучсерфинге. В который раз убеждаюсь, что этот сайт полезен даже не бесплатными вписками, а возможностью погулять с местными там, где самостоятельно турист не увидит и не поймет и десятой доли самого интересного. Отличное качество и доступная цена! Рубену по кайфу спустя полтора года изоляции поглазеть на бледнолицых, ну и по парчикам на халяву походить заодно. А для нас он пропуск на район, где залетным и предъявить могут. Видео специально для Варламова. Вот видите, детская площадка вся в колючей проволоке. Казалось бы, это ущемляет права детей, которые вынуждены в этом опасном районе отдыхать только таким образом. Но нет, таким кардинальным способом боливийские власти решили проблему алкоголиков и наркоманов, которые любят тусить на детской площадке. Насколько нам объяснили, у каждого ребенка в Боливии, в Ла-Пасе-Эн-Альто, есть ключ от этих дверей, и они могут спокойно там играть. А у наркоманов и алкашей ключей нет. Уютно здесь, интеллигентно. Вон почти как в Бельгии мальчики писают. Гай, но хэвэ проблем. За спиной у Амиго, кстати, не ряды платных туалетов, которыми он пренебрег, а можно сказать, медицинский центр. Видите, женщины заходят. Это вот мы в местную больничку пришли. Если вы посмотрите, за моей спиной огромное количество дверей, офисов. Все это офисы шаманов. Лечат людей. Сюда ходят только местные, правда, они действительно ходят сюда чуть ли не каждую неделю. Ну, начиная какое-то важное дело, так это уж точно. Будем надеяться, какой-то из шаман пустит нас, чтобы полечить наши недуги. Вот с таким вот прекрасным видом. Помнится, украинских коллег-телевизионщиков отсюда прогнали. У боливийцев к таким консультациям отношение максимально серьезное. Они реально к шаманам как к врачу ходят. Зеваки им тут не нужны, и снимать приходится украдкой. Вот в одном из гаражей кабинетов лежат человеческие черепа. Такой, кстати, есть не только у шаманов. Каждый второй боливиец из старшего поколения до сих пор держит дома черепушку родственника. А то и вовсе левого человека. Рубен нам это подтвердил. Погуглите про праздник мертвых в Боливии, как они своих юриков в церковь тащат. Это вообще полный атас. Все, реалистичная картина. Прошлая в виде рынка шаманов, у которого у каждого свой кабинет. Соединяется с будущим в виде канатной дороги. Сюр прям натуральный. И костры горят. Задачу перед Рубеном мы поставили непростую, хоть и он у себя на районе. Найти шамана, который на камеру для туристов сможет провести ритуал, причем желательно с черепом. В Эль-Альто 3-4 таких шаманских переулка по соседству, но час активных поисков ни к чему не привел. Вы думаете, я нагоняю пафосу? Да ничего подобного. Никакие деньги не помогали. Они реально верят, что видеосъемка или карма бледнолицых гринга, не знаю, сглазит их что ли, магические силы отберет. Но все-таки нам повезло. Так, мелочки, вот сюда мне 30 боливиана положили быстренько. Гадание у нас, правда, будет по лайту. У сеньора черепов не водятся, только водка и листья коки. Сейчас она подготовит листья коки и задаст вам пару вопросов. Э, бабуль, вопросы здесь задавать вообще-то будем мы. Только ситуацию осложняет, что гадалка наша говорит на смеси испанского с языком индейцев Аймара, что даже наш местный переводчик не всегда втыкает, о чем она вообще. Она будет говорить на Аймара, и вы вряд ли что-то поймете. Общая канва ясна. Всякие лягушки, камушки, цветочки и прочие атрибуты магии. Но специально для любознательных филологов оглашаем весь список в оригинале и без перевода. В общем, это место для всяких святых штук для нее. Она говорит, купите у нее. Это камень символизирует священную гору. Пачири. Это камень очень сильный. Я сам ничего не понимаю, но это какой-то микс. Пачачина и Пачири имеют как два в одном. Это такая фишка у Аймара. Ну, как солнце и луна. В общем, сама гора очень далеко отсюда, в деревне. Сила исходит из этого камня и позволяет мне считывать информацию с листьев коки. Разрешение на гадание мне даровано душой этой горы. А некоторые шаманы такое разрешение не получили, но клиентов все равно принимают. Ну, так что, вы им гадать-то будете? Сейчас, погоди, еще немножко себя прорекламирую. Я лечу людей с 9 лет. Еще ребенком я вылечила 15 детей в своей школе, а сейчас мне 78. Я лечу людей с 9 лет, она начала работать как шамана. Она лечила около 15 людей. Сколько еще раз вы там вылечили? 15 человек. Это при том, что я не умею ни читать, ни писать. Я не знаю, как писать или не читать. Это моя собственность. Здесь я и работаю, а когда проходят важные магические ритуалы, которые порой длятся всю ночь, я и сплю здесь. Вообще, я из соседней деревушки Виячо. Но иногда она должна уйти здесь, потому что у нее есть важный мероприятий, как церемония, она должна уйти здесь. Да, я понимаю. Она только хорошая магия и плохая магия. Если люди нужны какие-то плохие для других, она может помочь с черной магией или нет? Вы причиняете вред другим людям и проводите ритуалы черной магии, если клиент вас попросит об этом? Те, кто просит у меня черной магии, я, наоборот, их исцеляю. Исцеляю их мысли. Люди завистливы, поэтому занимаются колдовством, проклятиями, черной магией. И помогают им в этом плохие люди. А я исцеляю, я не делаю плохих вещей людям. Даже если кто-то поссорился, ну, скажем, со своей сестрой, зятем или невесткой и просит меня совершить колдовство, чтобы они заболели или умерли. Она, наоборот, может заблокировать такие проклятия? Она может, наоборот, прекратить эти на тебя, чтобы такое наговаривание. А, окей. Стоп, стоп, стоп. Самое время начать наше шоу экстрасенсов. Я вижу очень много зависти, от которой надо избавиться. Ты сейчас у них уточнишь кое-что, а я тебе пока покажу. Вот видишь, этот листик мокрый, а вот этот сухой. Это значит, что там, где вы сейчас живете, кто-то забирает всю вашу удачу. Может быть, это кто-то из семьи, соседей или коллеги по работе. Спроси, спроси у них, кто бы это мог быть. Не вижу смысла знакомить вас с этим пророчеством далее. Что шаман в Боливии, что цыгане на Казанском вокзале. Скрипты у всех стандартные. Никакой конкретики. На вас абстрактная порча. Нужно еще 3, 5, 10 сеансов. И все будет ништяк. Даже Рубен полон скепсиса и культурно пытается сбежать. Но сеньора не оставляет попыток вытянуть с нас еще денег. Другие шаманы не стали бы вам все это объяснять. Но я всегда всем все рассказываю. Сюда приходят ученые, журналисты из других городов и стран. Я могу объяснить вам еще больше, но уже за дополнительную плату. Она типа и дальше готова отвечать на любые ваши вопросы, но за это попросит еще денег. Бледнолицые говорят спасибо в другой раз как-нибудь. В общем, самое большое впечатление на меня произвело не само действо, а то, насколько наивны местные, в основном, конечно, старшего поколения, выслушивающие вот это вот все с регулярной периодичностью и с максимально серьезным лицом. На обратном пути мы заглянули в мастерские по изготовлению знаменитых боливийских котелков. Их сюда завезли 150 лет назад англичане, но быстро поняли, что в боливийских условиях это не слишком практично. А вот местным дамам мужские котелки из Европы ничего так понравились. Рубен пояснил, если шляпа стоит прямо, то Чалита замужем, а если кокетливо сдвинутся на бок, то, так сказать, в активном поиске. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. Ну а для тех, кто любит не только странных людей, но и странные пейзажи, Ла-Пасу тоже есть чем похвастаться. Вишенкой на торте этого выпуска — лунная долина в получасе езды на маршрутке от центра города. Предлагаю полюбоваться ею без лишних слов. Субтитры подогнал «Симон» Пейзажи космос. Но это лишь затравка перед фантастической красотой Солончака Уюни и горного плато Альтиплана. Подписывайтесь на канал и в новой рубрике «Чечеткин в пути» вы увидите главные природные чудеса Боливии. А еще узнаете, как мы вообще попали в эту страну с учетом закрытых из-за коронавируса пеших границ. Забегу вперед и скажу, что мы были на волоске от провала. Субтитры подогнал «Симон»